В гостях у меня сегодня Адам Труханский, участник вокально-инструментального ансамбля «Горпарк». Адам, здравствуйте. Ну, во-первых, расскажите мне, пожалуйста, участник, вот кем конкретно в ансамбле являетесь? Ну, по-простому, я просто барабанщик. Ну, барабанщик со стажем, а вообще раньше это называлось исполнитель, объявляли, когда ударные инструменты, там, такое-то, такое-то. Вот. Самый громкий музыкант, можно так сказать. Будем знакомы. Расскажите, пожалуйста, когда и кем был создан вокально-инструментальный ансамбль «Горпарк»? Ну, ансамбль «Горпарк» был создан в декабре 2008 года, а инициаторами создания этого коллектива были два человека. Один из них и сейчас является руководителем и бессменным лидером коллектива. Это Геннадий Барыкин, певец с очень хорошим душевным голосом. И второй человек – это Дмитрий Саликов. Он исполнитель на бас-гитаре. Ну, будем так говорить, бас-гитара. А это самый высокий человек нашего коллектива. Очень жаль, что он сбрил бороду. Ну, вот вопрос, который не любят большинство, мне кажется, у нас исполнителей. Но, тем не менее, откуда взялось такое название «Горпарк»? Вы знаете, в свое время Геннадию Барыкину пришлось работать в городском парке, на улице Ленина, на танцплощадке, которая пользовалась очень большим успехом. То есть там танцы шли, по-моему, всего было два дня выходных в неделю, а в остальные дни постоянно присутствовала публика, а суббота, воскресенье, так это вообще было не пробиться. Он был участником оркестра под управлением Вартаняна, такой известный, не знаю сейчас, жив или нет, дай бог ему здоровья, если жив. Вот. И отсюда, наверное, родилось название. Надо еще вот по первому вопросу сказать, инициатива-то создания коллектива инициативой. Но для создания любого музыкального коллектива в первую очередь нужна изначально материально-техническая база, прежде всего помещение. И вот каким-то образом у них возникла мысль. Дмитрий Саликов работал в селе Якимовка Рязанского района, и там был построен очень приличный дворец культуры. То есть уже материальная база появилась. А остальных участников они просто начали собирать. Многие, конечно, поменялись за это время. Но теперь это называется модным словом «ротация». Раньше просто была текучка. Ну, понятно, у всех появлялись, может быть, какие-то семейные обстоятельства. Но вот еще что хочу сказать, что коллектив не забывает вот это, то, что их приютил этот сельский дворец культуры. А это на самом деле дворец культуры, не просто дом, там культура какой-то, там большое сельское поселение. И вот недавно был день этого поселения, и мы поехали, и в составе других коллективов, которые приезжали поздравить этот район, мы дали концерт. А вот расскажите, как вы сами стали участником коллектива, как в ротацию попали? Как в ротацию попали? Ну, во-первых, вышел на пенсию. Естественно, работал в свое время. Так получилось, что немножко завяло это движение. Вот в те годы появились фанерщики, как их сейчас называют, и живая музыка немножко куда-то ушла на задний план. И очень хорошо, что она сейчас возродилась. А пригласил меня в этот коллектив мой друг и участник этого коллектива, известный рязанский гитарист и певец Сергей Байков. Он же Байкал, как вот у меня псевдоним есть, так и у него есть. И я подумал, мне это название просто прельстило. Горпарк. Я сам начинал, я еще раньше Геннадия Барыкина работал на этой танцплощадке. Перед армией и после армии. Это было конец, вернее, начало 69-го и вернулся из армии начало 71-го года. После этого уехал волей судьбы работать на советскую эстраду. Сейчас в горпарке выступаете? Конечно, конечно. Я теперь уже штатный барабанщик. А я имею в виду в парке, в парке в городском. А в городском парке, а там все, там же теперь. Мы выступаем теперь в другом городском парке ежегодно. В горроще. Какое он теперь носит название, я даже, честно говоря, не знаю. Но все равно это тоже горпарк. Это хорошо, что у нас в городе, да, не один парк городской есть. Да, да, хорошо, конечно. Где еще выступаете? Вы знаете, вот сейчас уже коллектив, во-первых, разросся. Во-вторых, оброс профессиональными музыкантами. И, естественно, стараемся выступать на крупных, на больших площадках, чтобы нас слышало как можно больше зрителей. Но если нас приглашают в какие-то организации, на какие-то мероприятия, то независимо от того, что сельское это поселение или не сельское, все равно едем, откликаемся. Во всяком случае, мы достаточно востребованы. Ну, вот провели весной этого года, провели два юбилея наших участников. Вот Сергея Бойкова юбилей и Геннадия Барыкина юбилей. Возраст называть не буду, ну, хотя они не женщины. Но, во всяком случае, это были два грандиозных концерта. Во дворце молодежи прошли на полных аншлагах. Естественно, там не только горпарк, а там еще были какие-то друзья этих людей. Ну, и где вот ближайшее выступление состоится? Расскажите, пожалуйста, где можно будет лицезреть все это вживую, воочию? Воочию лицезреть это можно будет 19 декабря в прекрасном дворце культуры, который называется сейчас Муниципальный культурный центр. Ну, какая программа будет представлена зрителям? Программа будет представлена. То есть у нас формат... Мне почему еще прельстила работа в этом коллективе? Формат. Формат ВИА. Потому что все песни, которые были написаны в 70-е, 80-е годы, они носят очень душевный характер. И они не умирают. То есть коллективы их берут в свой репертуар. Потом много развелось коллективов, которые используют старые бренды. Но это не значит, что это все их участники. Это просто они для касты используют бренды. Там Синяя птица, Пламя, Веселые ребята и так далее. Мы, конечно же, в репертуаре у нас все эти песни есть. Мы придерживаемся именно этого направления ВИА тех годов. Потому что в те годы, вот как ни странно, были очереди в магазины. Не было колбасы. Макароны были по талонам. Но песни были шикарные, которые не умирают до сих пор. Вот чем и хорошо то время. А сейчас появляется, может быть, какой-то новый хит. Не знаю, сколько уж он там может продержаться. Скорее всего, он держится просто на хорошем исполнителе. Ну и, наверное, про какие-нибудь прям глобальные планы можете рассказать? Ну, глобальные планы. Вырваться за рубеж Рязанской области. Концертируем, работаем над этим. Хотелось бы, чтобы нас услышали и увидели не только рязанцы и жители области. Мы по области, кстати, по Рязанской очень часто работаем. То есть мы не только в городе работаем. Мы услышали сельского зрителя. Желаю вам творческих успехов. И обязательно, чтобы достигли того, чего желаете. Нашим телезрителям, напомню, в гостях у меня сегодня был Адам Туруханский, участник ВИА Горпарк. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова